МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Икотка. Древнее проклятие или русское народное чудо? Это подсенение сущности человека, которое замещает его личность. Я еще молодая, мне 36. Что вселяется в деревенских женщин? Духи в нас переселяются. Мы сами не имеем права выбирать. И что об этом скажут психиатры? Речь идет, конечно, о той или иной форме психоза. Золото Российской империи. Кто объявил на него охоту? Все смотрели на Николая II, как на очень богатого самодержца. Кому оно досталось и пошло на пользу? За счет вывезенного русского золота там стали осуществляться различные прорывы технологические, экономические. И почему оно не помогло адмиралу Колчаку? Конец Колчака был ужасен для кадрового офицера, для дворянина. А также, как пережить апокалипсис? Не хватает на всех ни места, ни воды, ни еды. Икотка. Это загадочное явление медики и этнографы изучают уже 200 лет. Но до сих пор никто не смог дать убедительного объяснения феномену. С ее помощью можно предсказать будущее и найти пропавших людей. Икотницы. Именно так называют женщин, которые обладают этим, даже не знаю, как определить, даром или проклятием. Впрочем, судите сами. Сейчас вы познакомитесь с икотницей. Наша группа побывала в Пермском крае. Это удивительный материал. Найти в селе Малая Серва дом пенсионерки Анны Чакилевой легко. У ее ворот с утра до вечера многолюдно. Приходят сельчане, приезжают и городские. Машины по 10 с утра уже могут стоять в одни дни. Видать, как рекламу на телевидении сделать, так и, видать, стоят тут уже машины с утра. Попасть на прием к бабе Анне, так ее называют, сложнее, чем на прием к губернатору. Известность пенсионерка заработала врачеванием и предвидением будущего. Говорят, что хорошо предсказывает, лечит. И вот мы решили тоже обратиться. Она предсказала, что у меня сын в армии был, он болел очень сильно, и что его комиссуют. И действительно, через два месяца он вернулся. Я была в апреле, в июне, вот он нынче вернулся. Мы его тоже как привезли полечить. Сама Анна Александровна утверждает, в ней говорит голос посторонней женщины. Чакилева называют ее почтительно. Елизавета Ивановна. Лишнее не говорит, если человек потеряется, он тихонько ничего не говорит, так он скажет, он живой или мертвый. Впервые Елизавета Ивановна подала голос лет 20 назад. В тот день Анна почувствовала себя неважно. Рано вернулась с работы домой и решила отдохнуть. Я на печку легла, согреться вот. Легла, и она начала говорить, я, говорит, якутка, начну с тобой говорить, Елизавета Ивановна. А я, ну почему ты Елизавета Ивановна? Она ей говорит, ты молчи, я все скажу. В первый момент Анна решила, сходит с ума. Или может это смерть пришла? Думаю, где мой муж? Я не умру, нет, не умрешь, сутки будем с тобой разговаривать, говорит, на работу больше не пойдешь. А твой муж, говорит, дрова колет. Давай вставай, пойдем, посмотрим. Пошли, там дрова колет. Правильно? Сразу правильно сказала. И говорит, я буду правду говорить. Анна, как и другие носители якутки, не сомневается. Это не просто голос, а живое существо. Как больные представляют себе якутку? В виде старичка, старушки, животных, например, лягушка, якутка-кральчиха, зайчиха. Все это описано. Так сказать, кто во что гораст. Но общим является то, что пациенты считают, что сущность эта как минимум враждебная зачастую по отношению к носителю так называемому якутки. Любопытный факт. Чаще всего якутка случается с жительницами северных областей России. Женщины в деревнях начинают икать, беспричинно плакать или смеяться, говорить чужими голосами. Местные психиатры даже фиксировали эти явления как нервно-психические эпидемии. Настолько массовыми они были. Больше всего случаев заболевания икоткой отмечено под Архангельском, в Мурманской области и в Пермском крае. В 70-е годы прошлого века об этом писал известный советский прозаик Федор Абрамов. Есть на севере, а точнее сказать, на Пинниге и на Мезине такая женская болезнь – икота, которая, правда, сейчас немного поутихла, а еще совсем недавно редкую работную бабу не трепала. Найдет, накатит на бедную и мутит, и ломает, и душит. И крик, и рев на все голоса. Федор Абрамов из колена Авакумова. Впрочем, бывают и исключения. В те же 70-е в одном из уральских сел икоткой заболели сразу четверо здоровых крепких мужчин. Они, как мы сейчас называем, шабашили. Работали у хозяйки в деревне 4 недели. Эти мужчины услышали от жителей деревни слух, что их хозяйка, на которой они работают, ведьма. Во время дружеской попойки один из мужчин случайно проглотил муху. Последствия обычного происшествия оказались весьма неожиданными. Тут же он начинает говорить, что муха, которую он проглотил, она живет в нем, она разговаривает его речью. И муху наслала злая хозяйка колдунья. Через несколько часов остальные трое мужчин также заговорили разными голосами этой же мухи. Лечение расставило все на места. Мужчин, значит, пролечили в условиях психиатрического стационара, выписали состояние, значит, ремиссии. Правда, традиционные методы помогают не всегда. Во время последней эпидемии икотки, снова в 70-е, пострадавших пытались лечить и лекарствами, и даже гипнозом. Бесполезно. Но выход все-таки нашли. Переселили больных подальше от родных мест. Только оказавшись за сотни километров от дома, женщины перестали страдать от икотки. Можно в общем говорить о том, что речь идет, конечно, о той или иной форме психоза. И традиционно считается, что наполнение фабулы психоза всегда зависит от того, о какой культуре, уровне образования, местности, этности идет речь. Интересно, что районы, в которых распространена икотка, издревле называют погаными. Например, в грамотах князя Святослава 1137 года и в новгородских летописях. Эти места севера по древним верованиям населял мифический народ чуть белоглазая. Он исчез, когда Урал как следует обжили славяне. Местные жители говорят, этот народ был волшебным. Что-то вроде эльфов в европейском фольклоре. Этнограф и исследователь русского севера Владимир Пименов считал, чуть не вымерла. Ее потомки до сих пор живут в местных селениях. Неспроста здесь так много бабушек-знахарок. К одной из них Анна Чакилева часто заходила в гости. Ей мы помогали всегда. Всегда помогали. То дрова пилить, то колоть, то принеси воду. Мы устали, пришли обедать. Она пиво ставила. Пиво, говорит, у меня есть. Я вас напою, а мы же уставшие, нам надо пить. Анна ничего не заподозрила. Между тем, в этих местах ни одна женщина не примет из чужих рук ни воды, ни молока, ни пива. Особенно, если угощает пожилая женщина-знахарка. Если, допустим, я шаманка, я оселительница, не хочу дать своим детям свой дар, или у кого-то из селителя нет детей в роду, чтобы передать. Если нет такого, тогда выбирает кого-то из людей, из окружения. Иногда абсолютно незнакомых людей даже выбирает. Почему? Потому что, если не передать свой вот этот дар, умирает очень мучительно. Анна Чакелева вспоминает, именно после того угощения в ней и поселилась икотка. Ведь через несколько дней бабушка умерла, а Анна начала разговаривать чужим голосом и предвидеть будущее. Как обычно это передается? Это передается обязательно жидкость, либо это вода, чай, пиво, алкоголь. В 1785 году епископ архангельский и холмогорский Вениамин упоминал икотку в своем послании Синоду. Он назвал ее особой формой порчи и одержимости злым духом. Епископ хотел обратить древний народ Чуть в христианство. Но все попытки священников выдавить язычество из северных деревень закончились неудачей. Борьба с икоткой тоже не увенчалась успехом. Я с ними, ну, со многими, скажем так, общался, вот, интересовался их состоянием. У них действительно это по-разному, вот, вот это состояние выражается. И у многих вот эти первые симптомы, когда у них появились, действительно можно сравнить с теми, которые описаны еще нашими этнографами в 19 веке. Православные священники считают икотку бесовщиной. Так может быть, это и есть северный вариант одержимости? Что такое одержимость? Это подселение сущности в человека, которое замещает его личность. И человек становится совершенно на виду. Сидел Геннадий Петрович, а потом только бах, сидит вроде бы Геннадий Петрович, но тем не менее выражение его глаз, речь стали совсем другими. Но с точки зрения психиатрии и икотка, и одержимость, симптом болезни, называемый истерия или шизофреническое раздвоение личности. В целом они описывают приблизительно одно и то же самое явление, которое, больше мне как психиатру, ближе определение вариантов истерии, истерических психозов, в том числе в которые включают в себя этнопсихозы и классическую истерию. Но шаманы, которым селяне доверяют куда больше, чем авторитетам медицины, уверяют, у икотницы Анны Чагилевой абсолютно здоровая психика. Хотя риск потерять рассудок у нее был и немалый. Если не принять шаманство или селительство не принять, да, будет болеть психическим больным навсегда. У нас выбор. Либо вылечиваемся, принимаем селительство, принимаем экстрасенсорик или как называется, да, вот, принимаем шаманство, либо мы не принимаем и духи нас мистят, духи за это нас наказывают и мы становимся больными психическим. Односельчане к икотнице относятся с большим уважением. А то, что порой она говорит не своим голосом, их совсем не пугает. Наоборот, они даже рады, что в их селе поселилась икотка. У меня украли из дома двигатель с машины. И это подсказал примерно, где можно. И кто были, приезжали, смотрели, хотели у тебя двигатель купить, а потом ночью приходили, зашли и это. Ну, я уже догадался после этого. И всё-таки врачи настаивают. Никаких чужих сущностей внутри икотников нет. Говорит за это существо сам больной, но при этом он, как правило, меняет свой голос, голос становится неестественным, вычурным, и больной заявляет, что это говорит не он сам, а говорит за него, им говорит, через него говорит икотка. Но давайте посмотрим, как это выглядит. Сейчас вы увидите удивительные кадры. Существо, которое живет внутри Анны, заговорит с нами. А можно с Елизаветой Иванной пообщаться? Елизавета Ивановна, вы до конца дней будете с Анной Александровной? Да, и мы умрем вместе. Я еще молодая. А сколько вам лет? Мне тысяча шесть. Обратите внимание, в тот момент, когда в ванне просыпается Елизавета Ивановна, женщина начинает говорить, словно бы на вдох, а не на выдох, как все обычные люди. Вы кто? Что за существо? Как вас назвать? Я как таракан, ноги как у таракана, только побольше. Ноги как у таракана, только побольше? Да. А вас увидеть можно? Или вы безликая? Меня никто не видит. Вы невидимая, да? Нет. Таких икоток, как вы, много в нашей стране? Много, но очень плохие. А я не ругаюсь, не делать. Некоторые дерутся, а я нет. Я спокойно. А вот Елизавета Ивановна, откуда вы знаете о будущем, о том, где что потерялось? Откуда вы все? А я вижу. Анна Чакилева ходит в церковь и благодарит Бога, что он подарил ей вторую сущность. Я очень плохо жила. Я очень плохо дарила, чтобы у меня лучше было. Духи в нас переселяются. Мы сами не имеем права выбирать. Селители или икотницы, они сами не выбирают. Духи выбирают их. Духи были и будут. И до религии было духи. Знающие это на местном языке. Те самые бабушки знахарки. Говорят, в последнее время они все чаще умирают в муках. Возможно, из-за того, что не хотят передавать свой дар другим, против их воли. Но Анна и ее Елизавета все-таки решили, дух никому не перейдет. Они умрут вместе. Помните икота икота перейди на Федота, Свидота на Якова, ну и так далее. Знаете, после этого материала невинная прибаутка приобрела для меня новый и довольно зловещий смысл. Смотрите далее. Пропавшее золото. Куда исчезли сотни тонн из царской сокровищницы. Ленин едва не упал с кресла. И почему золотые миллионы не помогли верховному правителю России? Которого казнили практически без суда из детства. И что такое бацилла бессмертия? Наши внуки, а может быть даже и дети, получат возможность жить вечно. Золото Российской империи. Дискуссии о нем среди историков не утихают уже почти сто лет. Не дает оно покоя и кладоискателям. Итак, вернемся к началу 20 века, когда Россия по экономическому развитию обгоняла большинство стран Европы. Империя скопила внушительный запас золота, а потом оно пропало. Но, как считают историки, вовсе не бесследно. Вам уже интересно? Мне тоже. Золотой запас Российской империи был одним из самых крупных в мире. Эксперты называют разные цифры, но, как минимум, это около полутора тысяч тонн драгоценного металла. 2200 тонн золота лежало в казне Николая Второго. Мало этого, в Санкт-Петербурге хранилище горного института еще лежало на 5 миллиардов золотых самородков и 750 ящиков серебра это числилось просто так. С помощью этого золота Николай Второй вполне мог превратить империю в ведущую мировую державу. Но ему помешала война. Очень может быть, что Россию тянули в нее намеренно. Значительная часть войн принимается для того, чтобы ограбить соседа, поживиться за его счет. Значит, и понятно, что войны, думаю, в отношении России, где Россия выступала в качестве жертвы, они были многие именно такого качества. Великая державность России заключалась в ее золотом запасе. То есть это стабильность расходов, это стабильность экономики, это стабильность финансов, это военная стабильность на тот момент. Она была выше всех остальных стран. Естественно, все смотрели на Николая Второго, как на очень богатого самодержца. И всем хотелось золотые запасы как-то пощипать. Страну пришлось срочно вооружать. Часть золотого запаса отправили Великобританию в обмен на пушки и пулеметы. Пришлось, если не платить, то, по крайней мере, в счет банковских кредитов в качестве залога направлять золотой запас. С 14 по 17 годы прошлого века в хранилищах банков Британии осела часть стратегического запаса российских золотых слитков и рублей. Почти 350 тонн. Золото за рубеж было отправлено на общую сумму около 68 миллиона фунтов стерлингов. И российский золотой запас существенно похудел. Однако современных историков куда больше интересует другая, самая объемная часть царского золота. Та, которую с началом Первой мировой войны спешно вывозили из Петрограда. Петроград находился постоянно под угрозой германского вторжения, ведь германские войска уже вторжились в Прибалтику и в общем-то были не столь далеко. Золотой запас Российской империи он был вывезен в два крупнейших тогда хранилища находившиеся в крупнейших торговых коммерческих центрах по Лолжи. То есть это Нижний Новгород, это Казань, там где было возможности доставить и сохранять и из-за отдаленности от фронта не опасаться на тот момент каких-либо случайностей военного времени. В Нижний Новгород было отправлено 400 тонн золота, в Казань чуть меньше 600. После революции оба города сдались новой власти без боя. Таким образом золотохранилища казалось были защищены Красной Армией. Чтобы быстрее покончить с войной или хотя бы отсрочить боевые действия, советское правительство подписало с Германией невыгодный для себя договор. В историю он вошел под названием Брестский мир и платой за него опять стало золото. По условиям Брестского мира Советская Республика должна была заплатить репарацию Германии. Из всего в Германии было доставлено 96 тонн золота. Причем самое интересное, что это золото доставлено в Берлин. После капитуляции Германии герцитарским договором было положено передать Ран-Монтанте. И в результате золота было отправлено в подвалы французского банка. С Германии расплачивались золотом, которое еще при Николае II успели отвезти в Казань. Этот город сыграл особую роль в истории Советской Республики. 8 августа 1918 года Казань штурмом берет дивизия генерала Каппеля. Его поддерживают полки чешских стрелков. В Первой мировой войне они воевали на стороне России, а после революции легионеров отправили на родину через Дальний Восток по Транссибирской магистрали. Почти 60 железнодорожных составов с солдатами шли через всю Россию. В Челябинске эшелоны задержали по распоряжению Ленина. В это же время на станции стоял поезд с пленными австро-венграми. началась драка встречных эшелонов чехов с венграми, которые наоборот ехали на запад в родную Венгрию. Но чехи и венгры друг друга не любили. Ну и это послужило поводом для мятежа. Чешские стрелки разгромили оружейные склады. В руки мятежников попала даже артиллерийская батарея. Троцкий отдал приказ разоружить чехов. В случае неповиновения стрелять на поражение. А что же делают чехи? Чехи берут Самару. Советских войск там было мало. Они были точнее даже не Красной армии, а Красной гвардии. То есть необученных там каких-то подразделений рабочих, там крестьян, сочувствующих большевикам. А берут Самару и Казань. Буквально за неделю чехи стали контролировать чуть ли не весь стран СИП. Именно по этой дороге генерал Каппель вывозил из хранилищ Казани золотой запас России. Золота было так много, что его везли до пароходов на трамваях. 657 миллионов рублей, чуть больше 500 тонн. А как везти золото? На телегах, на автомобиле, ну как-то и опасно, и потом золота много. Проложили пути, и на трамваях золото перевезли, погрузили на пароход, потом отправили в Уфу. Позже, когда золотые эшелоны прибыли в Омск, их хозяином стал адмирал Александр Колчак. Из тех пор золото стали называть колчаковским золотом или золотом колчака. Известный автор Александр Розенбаум подробно изучал биографию Колчака и даже посвятил белому адмиралу одну из песен. Настолько драматичной показалась ему биография тезки. Он дал ему огромный талант ученого, полководца, гражданина, прежде всего гражданина. Человек любил свою родину и все делал для ее прославления. В деле защиты родины Колчак надеялся на помощь Англии, Франции и США. Князь Георгий Львов, последний министр внутренних дел временного правительства, договорился с этими странами о поставках оружия в обмен на золото. Весь Дальний Восток тогда подчинялся Колчаку. Ему нужно было закупать оружие, ему нужно было закупать обмундирование, ему нужно было закупать питание. И все это он покупал у Ротшильда, Моргана, у японцев. Колчаковское правительство осуществило два очень крупных займа. Один у японских банков на общую сумму 28 миллионов золотых рублей, а самый крупный на общую сумму 75 миллионов золотых рублей был осуществлен у консорциума англо-американских банков. Пока эшелоны с золотом для США следовали по Транссибирской магистрали, их нещадно разворовывали охранники. В основном из вагонов пропадали золотые червонцы, а иной раз исчезали целые составы. В Завайкалье на царское золото положил глаз атаман Семенов. Ему тоже надо было кормить армию. Добычей бывшего белого генерала стали 50 тонн золота. Семенов отправил его часть в Японию в обмен на оружие и провизию. Но где атаман спрятал остальное? Это загадка. Впоследствии советские чекисты проводили расследование и выяснили. Несколько вагонов с золотом затонули в озере Байкал. Еще пара в районе реки Томи. Но большая часть сокровищ закопана где-то в степи на границе России и Монголии. Уже после гражданской войны найти этот клад пытался сам атаман Семенов. У него ничего не получилось и это неудивительно. Заметных ориентиров здесь нет, а площадь района поисков превышает полторы сотни квадратных километров. В конце 60-х годов КГБ СССР организовал несколько экспедиций. Вдоль Транссиба искали 34 тонны золота атамана Семенова. Но ничего не нашли. В 1972 году дело отправили в архив. Исторические документы подтверждают, до Иркутска дошло всего около 400 тонн золотого эшелона Колчака. Почти половину армии белого адмирала тогда составляли чешские стрелки. Колчак не нравился, они были демократически настроены, диктатура генеральская, адмиральская им не очень импонировала, хотя они поддерживали до времени Колчака. Они передали красным и Колчака, и золотой запас. Это было условие того, что Чехов пропустят дальше к Владивостоку и позволят им отправиться на родину. Александр Колчак. Он называл себя верховным правителем России. Он владел огромным количеством золота, но оно не помогло белому адмиралу. Чехи предали командующего. Колчака расстреляли. Его тело сбросили в полынью. Конец Колчака был ужасен для кадрового офицера, для дворянина, которого казнили практически без суда и следствия. Как, впрочем, и царскую семью. Чехи заплатили за возвращение домой жизнью адмирала и русским золотом. Но когда золотой эшелон вновь прибыл в Омск, оказалось, что нескольких вагонов не хватает. Было передано определенное количество этих самых вагонов. Их было 18. Почему же из Иркутска обратно на советскую территорию ушло уже не 18 вагонов, а на 3 вагоны меньше? как и где отцепили вагоны, куда они пропали и кто ими завладел, неизвестно. Есть версия, что чехи не просто так охраняли русское золото. Советской власти они вернули лишь 323 тонны, а часть около 60 тонн присвоили себе. На эти деньги легионеры основали банк, крупнейший в молодой Чехословацкой республике. за счет вывезенного русского золота там на столе осуществлятся различные порывы технологические, экономические. Чешские стрелки, атаман Семенов, колчак. Золото Российской империи побывало в руках слишком многих людей. Оно буквально растворилось на просторах Сибири и Дальнего Востока. Из Нижегородского золотого хранилища по различным мирным договорам были выплачены деньги Эстонии, Литве и Латвии. Около 15 тонн. Еще 4 тонны советская власть отправила в Турцию, чтобы поддержать ее в войне с Антантой. В 21 году, мы знаем, что закончилась в 20 году гражданская война, в 21 году Троцкий приказал срочно подготовить справку, сколько золотого запаса Российской империи осталось казать. На стол Ленина тогда представителям наркома пришла записка. Ленин едва не упал с кресла, когда увидел, что из всего огромного, почти 5 миллиардного запаса золотого запаса Российской империи казня осталось 234 миллиона золотых рублей. Но даже эти деньги большевики не сумели удержать в руках. Лев Троцкий заключил договор с Америкой и Швеции на поставку паровозов и за все платил золотом. Пять раз была завышена цена на каждый паровоз. 200 тонн золота из российской козы уходят в оплату вот этого контракта. Бесконтрольная растрата прекратилась в 27-м году. На закрытом пленуме Сталин назвал Троцкого врагом народа, снял его со всех постов, отправил ссылку, а позже выслал из страны. Но золото Российской империи было уже не вернуться. От миллиардного царского состояния осталось лишь 138 миллионов рублей, около 100 тонн золота, меньше одной десятой громадного запаса. С учетом всех пертурбаций последующих уже 90 лет, реально говорить о том, что вот какой-то банк в каком-то государстве там были приняты на хранение в качестве залога, золотые слитки, и они в том же банковском хранилище продолжают храниться, и там же наверху над хранилищем в конторе лежат документы, которые там подтверждают соответственно происхождение этих денег, вот все это маловероятно. На российском золотом запасе на сегодняшний день можно ставить точку, потому что вот именно золотой запас Российской империи он осел в банках Америки, Англии, Франции, Японии. У России же благодаря масонскому движению и контрреволюционному перевороту Красной революции ничего не осталось. Очевидно, что искать царское золото в зарубежных банках и требовать его возвращения бессмысленно. Тут важно другое. Простая арифметика показывает, часть громадного запаса Российской империи так нигде и не появилась. Значит, ее еще можно найти. По крайней мере, есть те, кто верит в это. Смотрите далее. Сценарии апокалипсиса. Отчего погибнет наш мир? Сейчас даже небольшой лаборатории достаточно, чтобы создать вирусы, которые могут уничтожить большую часть населения Земли. Чума, война или солнечная буря? Мы рискуем в принципе потерять человечество как социально-культурный и биологический феномен. И что за будущее нарисовал знаменитый писатель в своей новой книге? Не хватает на всех ни места, ни воды, ни еды. Кто выживет после конца света? Профессора и академики снова и снова задаются этим вроде бы несерьезным вопросом. Человечеству уже не раз притрикали апокалипсис. К счастью, ничего не случилось, мы живы. Но мы упорно продолжаем бояться и мечтаем стать неуязвимыми. И оказывается, это возможно. Ученые ищут и находят на Земле живые организмы, которым нипочем пекло в сотне градусов, вечная мерзлота и даже ядерная война. А что, если их секрет поможет выжить и нам? 1 августа 2013 года беглый хакер Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, сделал сенсационное заявление. Американские спецслужбы готовятся к апокалипсису. В конце 2013-го на солнце произойдет несколько вспышек. Верующие тут же вспомнили о пророчестве Григория Распутина. Старец предсказал, что 23 августа 2013 года огонь поглотит все живое на планете и жизнь умрет и наступит могильная тишина. Перед судным днем, по словам Распутина, на землю вернется Иисус Христос и предупредит человечество. Так Сноуден стал претендовать на роль Мессии. Эта проблема вышла за пределы религиозной сферы и вошла в наш быт как понятие судного дня в том плане, что на планете может случиться какой-то катаклизм. Судного дня не случилось. Но ученые Солнечной обсерватории НАСА и Европейского космического агентства сфотографировали на нашем светиле гигантскую черную дыру длиной в миллион километров. В этой зоне заметно снизилась температура и образовался солнечный ветер. Подобное явление люди уже наблюдали и назвали его Буря Карингтона. В 1859 году на Солнце появилось множество черных пятен. Затем отсветило отделились и полетели в сторону Земли несколько огненных шаров. Через 17 часов небо ярко засияло. отключился телеграф бумага стала самопроизвольно возгораться. Первым это явление описал английский астроном Ричард Карингтон. Поэтому страшную магнитную бурю назвали его именем. Ученые прогнозируют нечто подобное может произойти совсем скоро и последствия будут трагичнее. От магнитных бурь выйдут из строя все мировые энергосистемы. Люди останутся без электричества воды и газа и без интернета. Мы окажемся в средневековье. Но даже если солнечного конца света не произойдет, по мнению биолога Андрея Журавлева, в будущем нам все равно не избежать крупных катаклизмов. У нас все меняется на земле. Меняется океаны, меняется состав океанов, меняется конфигурация суши, меняется соответственно климат от холодных мы уходим к теплым условиям и обратно. То есть то, что у нас сейчас идет вот такое потепление, не значит, что дальше будет теплить еще больше. Мы все-таки живем в ледниковом периоде и может наоборот даже очень сильно похолодать. Сценарии конца света могут быть разными. Мы уже пережили гигантские цунами, извержение вулканов и даже падение метеоритов. И это только начало, считают футурологи. Не исключено, что уже в нашем веке на Земле вспыхнут войны и страны используют самые новые виды оружия. Если будет очень большой радиоактивный выброс, как-то нарочно сделано. Если ядерные ракеты будут направлены на атомные реакторы, если будут нарочно устроены такие большие пожары, что они вызовут ядерную зиму, которая будет иметь глобальный эффект, тогда уже встанет вопрос о выживании человечества. Радиация не сможет погубить все человечество, говорят ученые. Последние исследования показали, что люди научились выживать в зараженной зоне. Да, иногда возникает привыкание с такой забавный феномен, правда, видимо, не нашедший еще научного объяснения, возможно, даже не вполне изученный, то, что если люди живут поблизости от урановых лодников, где радиоактивный фон значительно выше, чем обычно, то к нему идет привыкание. Люди смогут выжить и в условиях радиоактивной зимы. Для этого им даже не обязательно уходить под землю и прятаться в стальных бункерах, считает доктор биологических наук Андрей Журавлев. Главное научиться приспосабливаться. Маленькие морские червячки, не червячки, а червячки с ножками называются тихоходки. Они миллиметровой длины и живут они как раз во всяких влажных почвах в тундре, в высокогорьях. И когда обстановка неблагоприятна, они могут заснуть на несколько лет и проснуться, когда погода для них нормальная установка. Это известный писатель Дмитрий Глуховский. Его прославил роман «Метро 2033-го» о жизни человечества после ядерной войны. Просто хотелось оставить людей другими глазами взглянуть на тот мир, который нас окружает. И мне было интересно представить себе, как наши потомки, или мы сами будем ходить по Кутузскому проспекту, по Лиговскому проспекту, и представлять себе, что это и есть пик величия человеческой цивилизации, а все, что впереди у человека, это угасание дальнейшее, одичание. Но по мнению Глуховского, сегодня у человечества куда больше шансов выжить, чем исчезнуть. Как раз об этом его новая книга «Будущее». Роман «Будущее», мир перенаселен, застроен громадными небоскребами, тысячеэтажными, не хватает на всех ни места, ни воды, ни еды. В январе 2012 года в Якутии, в толще Мамонтовой горы, российский геолог, профессор МГУ Анатолий Брушков нашел живую бактерию. По самым скромным подсчетам, она находилась в мерзлоте 3 миллиона лет и выжила. Журналисты тут же окрестили находку «Бациллой бессмертия». Есть, скажем, бактерии термофилы, которые живут в кипятке, в 100-градусной воде. Есть бактерии, которые живут в кипящей кислоте. Есть даже бактерии, которые вроде бы термофилы, но они опять же умудряются выживать при заморозке. Возможно, вот он, секрет выживания. У нас на виду. Но как им воспользоваться? Над этой проблемой долгие годы бьются ученые всего мира. И им удалось достичь определенных успехов. Главное, чтобы вывести воду лишнюю, не дать ей замерзнуть в клетках. Потому что, когда в клетке начинают образовываться кристаллы льда, соответственно, клетку разорвет, организм погибнет. И здесь существует масса всяких приспособлений. Именно по такому принципу переждать в замороженном виде до лучших времен сегодня развивается наука крионика. Есть такая идея, что давайте мы погрузим человеческое тело или мозг в жидкий азот к температуре близкой к абсолютному нулю, чтобы молекулы атома перестали взаимодействовать. В мире уже работают десятки криохранилищ. Клиенты платят огромные деньги за обещание, что после смерти их тело сохранят и когда-нибудь оживят снова. Остановим ситуацию до того, как технологии будущего, нанотехнологии смогут восстановить жизнедеятельность человека. Но технологии еще не развиты настолько, чтобы оживлять замерзших людей. Зато в вопросах ликвидации человека наука шагнула далеко вперед. Сейчас даже небольшой лабораторией, которая могла бы поместиться в этой комнате достаточно, чтобы создать вирусы или семейство вирусов, которые могут уничтожить большую часть населения Земли. Эксперт по национальной безопасности Юрий Бобылов утверждает, многие державы уже запустили биологические программы. Цель уничтожения части населения. Просто эти факты держатся в строжайшем секрете. В геном пищевой кукурузы вмонтируются гены женского и мужского бесплодия и других заболеваний. И те поставки продовольствия по ООНским программам, это гуманитарная программа, всё красиво, африканские женщины добавляют продукты, консервы, мясные и другие консервы. Они обречены сначала к не деторождению, а потом к всплеску онкологических заболеваний. Современными учёными изобретены сотни вирусов, против которых человек совершенно беззащитен. Кроме того, существует даже климатическое оружие. Если его использовать, в экологии нашей планеты начнутся необратимые процессы. Так какое же будущее нас ждёт? И как нам выжить в таких условиях? В 2012 году биологи кафедры мерзлотоведения Московского государственного университета провели опыт с бактериями из вечной мерзлоты. Именно кормили мух дрозофил. Результат произвёл впечатление. Оказалось, по их данным, что эти личинки мух в среде питательной с пробиотиками из ледниковой эпохи котом 3,5 миллиона лет, они и растут быстрее, и растут крупнее, и смертность среди них ниже. Подобный опыт тут же провели и китайцы. Они подкормили ледниковыми бактериями карпов. Рыба стала расти быстрее, у неё лучше заживали раны. Но поможет ли такой метод человеку? То есть говорить, что вот эти бактерии, которые мы изъяли из вечной мелоты, это панацея от каких-то заболеваний, так тоже нельзя. То есть в чём-то они помогают, но не обязательно во всём. однако никто не запрещал создавать бионического человека и работать над искусственным интеллектом. То, что можно будет сделать в ближайшие 10-20 лет с помощью биологии, оно будет в миллион раз более зрелищно и эффективно, чем всё, что было сделано в 20-м веке. Часть 3D-органов и там омоложение, чистки. Наши внуки, а может быть даже и дети, получат возможность жить вечно. Наверное, мы последнее поколение, в принципе, которое умрёт. Американцы и японцы далеко продвинулись в изобретении роботов. Но почему учёные всё чаще задаются вопросом, нужны ли эти открытия человечеству и не обернутся ли они против нас? Оно кто-то первый выставит на поле боя полностью роботизирован комплекс машин. Но даже если восстание машин не случится, нашей планете может грозить перенаселение. По сюжету романа будущего в Европе население за 100 миллиардов зашкаливает, а в России обратная ситуация, депопуляция и, кроме того, такое исчерпание природных ресурсов заканчивается всё тем, что начинают распродавать такую опустевшую, растрескавшуюся, высохшую землю. Впереди жестокие войны за территорией и ресурсы. Прежде всего в Китае, Японии, Индии и ряде африканских стран. Хотя, конечно, есть и альтернативная точка зрения. В ожидании перенаселения мир пришёл к очень опасному демографическому рубежу, когда вопрос ставится с точностью до наоборот. В страхе демографического взрыва пришли к ситуации, когда человечество, в общем-то, грозит депопуляция. Среди возможных сценариев будущего есть и такой. К 2050 году не будет России. По мнению демографа Игоря Белобородова, наша страна распадётся на несколько частей, так как останется всего 80 миллионов русских, и они не смогут отстоять свою территорию. Похожее произойдёт и в Китае, и Европе, и даже в Америке. Пойдёт отсчёт момента вымирания человечества. И к середине столетия, безусловно, изменится и численность населения, и его социальное качество, и его этнический состав. Мы рискуем, в принципе, потерять человечество, как социально-культурный и биологический феномат. Советские фантасты описывали технологически развитые и цветущие города будущего, умных и красивых людей, которые отважно покоряли просторы Вселенной и, главное, нам обещали мир во всём мире. Удивительно, как всё изменилось. В том, что нашу планету ждёт что-то непоправимое, мало кто сомневается. Вопрос только, успеем ли мы что-то исправить. Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok